Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня мы поговорим с вами о секретах создания идеального окружения. Представляете себе, на самом деле вопрос окружения для нас мега актуален по разным причинам. Ну, для начала окружение это вообще люди, с которыми мы проводим время. Мы уже с вами знаем, что окружение это те люди, которые нас формируют, потому что это люди, которые как будто бы приходят в наш дом со своими продуктами и приносят нам что-то. Вот представьте себе, что вы не можете ходить в супермаркет, а люди, которыми вы дружите, они приносят вам продукты. И вот каждый человек, который что он из себя представляет, то он, собственно, и несет. И представьте себе, что все ваши друзья обожают чипсы. Вроде бы ничего плохого в этом не было, если бы не все ваши друзья были чипсами, и если бы вы имели доступ еще к кому-то другому. А если весь ваш, вот эта вся ваша информация и все ваше окружение состоит из чипсов, то кем вы будете? Правильный ответ, вы будете чипсинкой. И я думаю, что чипсинкой быть не всегда есть хорошо. Но если так, знаете, сравнить по конституции, то можно быть черным шоколадом, а можно быть кремом брюле. Только черный шоколад, он такой, знаете, упругий, красивый, все на него смотрят. Вау, такая себе Наоми Кэмпбелл. А крем-брюле, ну как бы модно сейчас показывать крем-брюле и говорить мы за натурализм и так далее. Но не все хотят быть кремом брюле. О чем сейчас будет идти речь? Я сегодня хочу поговорить о том, что делать, вообще как классифицировать людей, которые находятся рядом с вами. Как понимать, почему вас окружают именно те люди, которые у вас есть. И что делать, когда вы задаетесь для себя таким, такой целью, как изменить свое окружение. Потому что одним из часто задаваемых вопросов, которые я слышу от людей, как мне в свое окружение привлечь успешных, красивых, богатых. Вот я хочу дружить с классными людьми, потому что я слышал, что окружение на нас влияет. И мне нужно себя такими людьми окружить, чтобы вырасти. Но, как я всегда говорю, во-первых, все идет от обратного. Для того, чтобы притянуть таких людей, ты сам должен таким человеком стать. Но все это очень классно на словах. А что делать на деле? Вот сегодня будем разбираться со мной, с моим красивым бокалом пепси-колы. Черри, кстати, самая вкусная пепси-кола. И, в общем-то, я надеюсь, что вам сегодняшний эфир очень круто зайдет. Итак. Вообще, не поверите. Вчера я смотрела сериал. Это случилось спонтанно. 14 февраля был бесконечно долгим днем, потому что он был выходным с детьми. И в конце дня, когда мой мозг уже начал совсем тупить, я включила Netflix на первый сериал, который там был. Я не люблю длинные сериалы, потому что это очень опасно. Опасная пища для мозгов. Но вдруг мне попался фильм, в котором сработала цитата, которая, в общем-то, и побудила меня к сегодняшнему эфиру. Так что, как видите, мой мозг нацелен именно на то, чтобы находить все самое вкусненькое. Итак. Давайте с вами разберем классификации людей. Я вообще разделила всех людей на две группы. Так мне стало удобнее. Первое – люди-жертвы. Второе – это люди-лидеры. В чем соль? Люди-жертвы – это те люди, которые постоянно спихивают все, что с ними происходит, на других. То есть у них всегда обстоятельства сильнее. Если вы спросите человека-жертву, почему в его жизни что-то не так, он вам скажет. У меня сотрудники уволились, меня не наняли на работу, меня уволили. Сейчас такие зарплаты, сейчас такие времена, у нас сейчас не тот президент, я родился не в той семье, не в той стране, сейчас у моего мужа проблемы, жена мне не дает. У человека-жертвы всегда есть причина. И эта причина не в нем. Это понятно? Давайте вы будете ставить какие-то значки, чтобы я понимала, что вам понятно. Есть люди-лидеры. Люди-лидеры – это люди, которые всегда берут за всю ответственность. Это из истории «я, я, я». То есть люди, которые стараются во всем разрулить сами, и где надо, и где не надо. Это люди, которые тянут на себя одеяло. Иногда, давайте тут мы сейчас не ставим значки «плохо» или «хорошо». Мы сейчас с вами просто разбираем вот такие факты. Понятно, что все эти люди делятся еще на 150 тысяч разных подкатегорий, да, и у них еще есть их личный опыт, есть еще они люди-говнишки и люди-классные, люди-трусишки. Мы это не разбираем. Мы вот делим людей сейчас с вами на две классные группы. Первое – жертвы, кто-то виноват. Второе – я сам со всем справлюсь и со всем разберусь и во всем разрулю. Вот, люди-лидеры. В чем прикол этих людей? Знаете, в чем? Это то, что вчера открыл мне сериал, и это просто стало для меня такой, типа, ну, инсайтом, очень очевидным, но инсайтом. Люди-жертвы, запомните, вы знаете людей-жертв, правда, знаете? Может быть, вы сами являетесь человеком-жертвой. Так вот, люди-жертвы и люди-лидеры, модель абсолютно одинаковая, делают из других людей точно таких же. Люди-жертвы обвиняют вас в том, что вы что-то сделали не так, и поэтому плохо у них и плохо у вас. Они вас тоже делают жертвой. Они говорят, ну, конечно, у тебя и не может не получиться, у тебя же шеф-козел, тебя родители не поддерживают, муж твой козел. Люди-жертвы делают жертвами других. Они заставляют поверить в других людей в том, что то, что с ними происходит, происходит не по их вине. И заметьте, с людьми-жертвами иногда очень комфортно, потому что человек-жертва, он тебя как будто бы жалеет и оправдывает. Ты с человеком-жертвой можешь сесть, попить венца, сказать, что мужик мой козел, сказать, что работодатель мой говнюк. Ты с этим человеком себя на удивление чувствуешь лучше, он тебя понимает. Понимаете, с человеком-жертвой не нужно казаться лучше, чем ты есть, не нужно стремиться с человеком-жертвой удобно деградировать и чувствовать себя комфортно. Вот с ним поговорил по душам, и прям нормально, и прям хорошо. Почему? Потому что человек-жертва, это человек, который поддерживает очень для многих удобный стиль. И я думаю, что на самом деле людей-жертва огромное количество. Кто такие люди-лидеры? Люди-лидеры, это те, которые заставляют вас в себя верить. Которые говорят, что ты сел на диване? Давай. Ты говоришь, ну нету работы. Ты говоришь, в смысле нету работы? Ты что, придурок? Посмотри, сколько вокруг работы. А ну подними свою задницу. Ты просто не пробовал устраиваться на работу. Давай, впереди куча возможностей. Ты такой, ну я не знаю, мне уже 35. Он говорит, ты что, придурок, 35. Вон смотри, в 70 лет люди карьеру делают 80. Какие 35? Встань. Человек-лидер, это человек, который постоянно, он говорит, вы ему спрашиваете, звоните, там, ему говорите, привет, как дела? Он говорит, классно, так, вы разговариваете с ним в 9 утра. Он говорит, ну, в общем, я уже работаю с 5 утра, значит, на тренировке был. Сейчас у меня уже пару встреч, значит, на день еще там такой-то список. Человек, который ему позвонил, только проснулся, чувствует себя говнищем. Ему неудобно уже сказать, что он только проснулся. И вдруг его знакомый лидер говорит, а ты что сделал? Как у тебя дела? Ты что, в постели еще? И человек такой, ебся. И он говорит, ну, слушай, ну, блин, ну, у тебя же так, поэтому и денег нет. У тебя ничего поэтому в жизни не получится. Но ты же должен строить свою жизнь. Лидеры из всех делают лидеры. И как вы понимаете, с позиции, если бы я вас спросила, какого друга вы себе хотите, все бы сказали, я хочу друга-лидера. Никто бы не сказал, что я хочу друга-жертву. Но, по сути, все стремятся выбирать себе друзей-жертв. Потому что с лидерами ты постоянно чувствуешь себя внизу. Тебе очень тяжело быть с лидерами, потому что с ними нужно как будто бы каждый день соревноваться. Не как будто бы, так и есть. Тебе нужно все время доказывать и побеждать. И для многих людей это отвратительно. А теперь скажите, пожалуйста, вы успешный лидер. Насколько вам интересно дружить с жертвой? Насколько вам интересно дружить с жертвой? И может ли лидер дружить с жертвой? Лидер – это человек. Вот я лидер. Я говорю себе, Оля, позволь себе быть собой, другому быть другим. Не трогай человека. Я предупреждаю себя, когда иду на какую-то встречу, или общаюсь с людьми, или со старыми знакомыми. Я говорю, не трогай. Не надо. Как вы думаете, надолго ли меня хватает? Надолго ли я выгляжу вот так? И все, меня разрывает в какой-то момент. И я говорю, да мать твою, ну блин, ну это же, ну хватит, ну перестань. И все. Я говорю, ну да ну нельзя же так, ну мать твою, ну сколько можно? Ну ты же, блин, что делаешь? Потом говорю, все, господи, Оля, ну ты же обещала. Не получается. Не получается. У меня не получается дружить с жертвами. У меня не получается общаться с жертвами. Я как тот человек, который на всех нажимает вкл. Вкл. Я иду, и я нажимаю на всех вкл. Мой муж мне все время говорит. Я же делюсь с ним разными историями. И он мне все время говорит, Оля, что ты всех трогаешь? Зачем ты достаешь этого человека? Перестань. А я ничего не могу поделать. И я наблюдаю, как мой муж, мой муж меньше гораздо сейчас общается, чем я с внешним миром. Но я наблюдаю, как он созванивается по выходным со своими сыновьями. И как он спрашивает, что ты, как ты. И вот его хватает минут на 15 спокойного разговора папы. И потом он начинает орать. Ну ёпсень, ну что ты делаешь? Ну неужели ж ты, блин, не понимаешь? Я всегда на этой ноте ржу. Просто ржу. Я ему говорю, Сережа, ты чего? Ты же говоришь мне, не лезь в чужие жизни. Они взрослые люди, они как-то разберутся. Это смешно. Что нам дает это знание? Это знание нам дает очень простое понимание. Во-первых, вы должны понимать, что вы можете быть либо лидером, либо жертвой. Вы можете перейти из одного состояния в другой, но дружить лидер и жертва не могут. То есть они могут общаться, они могут находиться рядом, но дружить нет. Просто потому, что каждый из них друг друга, мы нажимаем на разные кнопки. Мы сидим, разговариваем, и одни нажимают наверх все время. То есть я сижу и все время вас мотивирую, мотивирую разными способами. Унижаю, заставляю, хвалю, по-разному. Но все время кнопку вкл, вкл. Это как, вот помните, вы играли в эту игру? Включить, выключить, включить, выключить. Вот у меня Алиса с Евой так любят играть. Одна включает свет, другая выключает. Вот на кого вы похожи. И вы должны осознать, что позиция жертвы, она комфортная. Именно поэтому люди ее так себе и занимают. И когда вы находитесь в позиции, в окружении жертв, они всегда вам будут говорить, не надо, не лезь. Вот вы пришли, например, я это наблюдаю часто на Рерайтере. Приходят люди ко мне на марафон Рерайтер Жизни. У них начинается позиция лидера. Начинает взращиваться активный лидер. Человек понимает, что йопсель от меня зависит, от моих мыслей зависит, от того, что каждый мой, извините, пук от этого зависит. Каждое действие, каждая мысль, которая сейчас в моей голове, от этого зависит, что будет. Они приходят в свое окружение, которое тут же начинает топить. Причем что делает жертва? Жертва замечает, что что-то поменялось. Что пришла уже не та жертва, с которой он дружил. И жертва пытается сделать жертву и здесь из него. И говорит, куда-куда ты попал, что с тобой происходит? Говорит, слушай, я там на марафоне. Сейчас у Ермилы, говорит, что? Да ты зависеть будешь, это секта. Она просто деньги с тебя выманивает. Она тебя пытается, у тебя же ничего в жизни не изменится. Только она разбогатеет на твои 50 долларов. У тебя-то жизнь, ты чего в это веришь? Реально надо жить. Ну как ты сейчас, в это время, в этой стране? Это лохотрон, это как там, инфо-цыгане. И тут вас тоже превращают в жертв. То есть, удивительно, что лидер не стремится делать вас зависимым от себя. Лидер стремится дать вам крылья. Это тоже такая интересная вещь. Лидер стремится дать вам размах. В то время, как жертва стремится вас завязать. Жертве очень важно вас контролировать. Очень важно. Это вот знакомая вам история с мамами. Мамы, которые пытаются контролировать. Которые вот звонят. Вот у меня есть у подруг такие мамы, которые звонят. Все время контролируют, где она, что она, какие у нее отношения. Что у нее с зарплатой. Девочка 30-35-40 лет, которая находится под жестким контролем мамы. Почему? Потому что у мамы это уже модель жизни. Мама контролирует так всех. Мама жертва. Мама знает все новостные жертвенные ситуации. Мама знает, почему заранее у тебя ничего не может получиться. Мама уже знает, что все мужики козлы. Мама все знает. Ну, под маму можете подставить кого угодно. Я просто таких мам реально знаю. Мне, к счастью, в этом плане сильно повезло. Но, еще, наверное, и в силу моего характера, и в силу характера мамы, но я знаю таких мам реально. И вот вы должны понимать, что жертвы – это очень опасные люди, потому что они в вас впиваются. Жертве вы нужны, чтобы… Потому что жертва, и у нее такая еще удивительная, есть классная манера, она манипулятор. То есть жертве нужны другие жертвы. Она жертва, но она должна быть вот жертвой прям сильно, вот втекать в разные жизни. Мне кажется, честно говоря, что есть модели полу. Полулидер, полужертва. Знаете, как мафия. Что-то там ночью просыпается, что-то утром засыпает. Но что вы должны осознавать? Первое. Вы должны понимать, если вы хотите менять окружение, перед тем, как его менять, вам нужно осознать, в каком окружении вы находитесь. Первое. Кто являетесь… Кем являетесь вы? Только честно это надо осознавать. Не кем бы я хотел являться, а кем я являюсь сегодня. Я сегодня лидер или я жертва. Второе. Кто мои друзья? Третье. Кто я хочу, чтобы были мои друзья на данный момент? Это вот очень важный нюанс, потому что очень часто бывает так. Я жертва. Мои друзья жертвы. Я хочу быть лидером. Как решить эту задачу? Как вы думаете? Я жертва. Мои друзья жертвы. Я хочу быть лидером. Как ее возможно решить? Можно ли стать лидером, если вы жертва и ваши друзья жертва? Перефразирую. Вы пепси-кола, находитесь в окружении пепси-колы, хотите стать фантой. Как можно стать фантой, если и вы не фанта, и ваши друзья не фанта? Понятное дело, что нам нужна фанта. То есть первое, что нужно в этом плане понять, это то, что для того, чтобы вы превратились в фанту, вам необходимо сделать как минимум окружение фанта. Ну вот смотрите, давайте, чтобы было еще понятнее. Вы толстый, и ваши друзья толстые. Вы хотите быть худым. Да? Вы жрете много, и ваши друзья много жрут. Вы хотите быть худым. Понимаете? Вы не можете стать худым, потому что вы сами жрете, не можете остановиться. Ну не можете. Но вы же еще и на этих друзей-скотов смотрите, которые тоже не могут остановиться. Знаете, вот у меня, значит, расскажу вам такую историю, я только что вспомнила. Я пела в женской группе с 19 лет. И я была достаточно обычной, плотненькой, обычной. Я не могу себя назвать жирной прям в каком-то контексте. Я была обычной. Девочки у меня были там разные достаточно, но на их фоне у меня был животик. У меня вообще такая конституция, что у меня есть живот. Вот поэтому мне приходится очень сильно быть худой, для того, чтобы живот исчезал. Потому что если я чуть-чуть не худая, у меня есть живот. Вот. И в какой-то момент у нас менялись составы, и вдруг мой продюсер полностью меняет состав и приводит всех девочек. Такая концепция у него была. Мисс. Мисс Николаев Настя была. Мисс Наташа была. Мисс... Господи, забыла. Наташа, почему я забыла? Короче, все мисс и все худые. И я нормальная на фоне всех худых вижу себя толстой. В клипе, на фотосессиях я вижу. Я похудела в момент. Потому что я больше не сравнивала себя там, типа, ну, это не такая красивая, как я, а это не такая, как эта. Да, я может быть немножко полновата, но у этой ноги, короче, все были с картинки. И мне очень быстро захотелось стать, как они. Это было несложно, потому что они правильно питались, они занимались все спортом, они много тренировались. Мне было несложно, потому что они мне помогли очень быстро стать такой. Но как вы считаете, когда вокруг вас все жрут, все толстые, и вы тут, это как в семье, да, все нормально, обычно питаются, а тебе нужно похудеть на 30 килограмм. Как ты с ними можешь жить? Понимаете, о чем я говорю? Это нужно осознавать. Но люди почему-то с фигурой понимают, а с жизнью не понимают, с вот этим вот моментом окружения. Поэтому первое, что вы должны понимать, что для того, чтобы вам измениться, особенно если вы по природе еще и не лидер, я всегда была по природе лидер. У меня не бывало такого, чтобы я была, моя мама приехала в гости, маман, мама истерически схватила телефон и убежала, как будто бы мы в прямом эфире на Первом национальном российском канале. Нужно поменять свои мозги. Ну, смотрите, это все, простите, пиздобольство, да, нужно поменять свои мозги, вы должны себя изменить, начертите себе на груди, что вы теперь новый человек, это все классно, делать-то что? Смотрите, давайте объясним такую штуку. Поменять мозги это классно, если бы их можно было вырезать, если бы можно было их вырезать. Мама вышла, она, мама никогда не покажется, мама спряталась, куда-то убежала в какой-то квадрат, огромные мои квартиры. Давайте вернемся к теме. Смотрите, первое, что мы всегда делаем, мы должны принять решение, это очень важно. То есть вот насколько это возможно, понять, что я сейчас готова это делать. Это как совсем, худеть, язык учить, то есть понять, что я сейчас хочу. Второе, нам срочно нужно окружение, мы не можем его изменить в момент. Ну, что мы скажем, мама, я с тобой больше не дружу, друзья, идите в жопу, вы все козлы, я теперь умный. Так не работает, так не бывает. Вы нанесете себе травму, и люди на вас посмотрят странненько. Ну, и вы сами, вы же в социуме живете. Вам очень важна групповая поддержка. Людей, понимаете, ведь эти же люди, они же, они в вашем окружении, но они не взяли вас в плен. Вам не запрещено общаться с кем-то еще. Вам необходима группа поддержки, другая. Почему в рерайтере есть такая тема, как чат? Почему я этому уделяю особенное внимание, в клубе заставляю работать группами, и люди там начинают дружить? Потому что нам не нужно выбрасывать всю же нашу жизнь, да, там, ставить крест, там, все, типа, я начинаю новую жизнь, теперь вот ничего нет. Нет. Нужно сделать плавно. Нам необходима группа поддержки, с которой мы сможем говорить на те темы и обсуждать то, что не можем обсуждать с другими. Это очень важно. То есть нам нужно, нам изначально нужно корни пустить, понимаете? Очень классно даже, когда в такой группе ты видишь, что ты не один меняешься. То есть ты не просто пришел к сильным, да, сильные, мы же говорим с вами. Лидер, если ты пришел конкретная жертва, а тут лидер, будет дискомфорт. Но когда вы видите, что пришли люди, которые тоже полужертвы, пытаются стать лидерами, а есть в коллективе яркие лидеры, а есть еще кто-то. То есть, но один общий интерес есть, сюда пришли не для того, чтобы доказывать, что это работает или не работает, а потому что все хотят одного и того же. Мы разные, но знаменатель у нас один. Помните, в школе все сводится к общему знаменателю. Все эти числа бесконечные нужно поделить на два. Вот у нас, у нас есть общая цель. Тогда начинается интересно. Мы трансформируемся, мы смотрим, как это другие делают. Когда перед нами открываются другие, другие люди рассказывают, у меня тоже так, у меня так. Не так страшно. Не зря друзья придумали все эти группы поддержки алкоголиков, наркоманов, зависимых людей от разных ситуаций, потому что мы люди, нам необходимы группы. Но мы приходим к своей маме или к своему любимому мужчине и говорим, слушай, чел, но мы как-то неправильно с тобой живем. Мы считаем копейки, мы боимся родить второго ребенка. У нас первого ребенка не всегда есть чем кормить. Мы не можем поехать на море. Он говорит тебе, ну блин, ты, значит, ты не за того вышла замуж. Зачем ты это говоришь? Я себя сейчас чувствую козлом. Иди и ищи себе другого. Развернулся, ушел. Ты говоришь, милый, ну я тебе не поэтому это говорю. Понимаешь, нам нужно, ну вот я там слушаю Олю Ермилову эфиры, послушай ее. Мы можем поменять с тобой мышление. Он говорит, ты дура. Ты дура. Хочешь, иди меняй мышление. Мне нужно за квартиру платить. Иди меняй мышление. Иди, все. А лучше разведись со мной. У мужчины начинается истерика, потому что на нем есть финансовый груз, финансовая ответственность. И вот ты такая сидишь и думаешь, ёпся, что делать, куда делать. И это ситуация классическая, по-разному происходящая. И поэтому нам для того, чтобы изначально нужно было окружение, а мы не сорвались, нам необходимо не пытаться менять это. Не идти с флажком, типа я ищу новое окружение, где его найти? Звучит гениально. Найти себе новое окружение. Именно поэтому все вот эти истории про клубы, марафоны, они такие рабочие, потому что там объединяются люди по интересам. Тебе не нужно в них доказывать, доказывать, что ты, блин, по-другому думаешь, что давайте дружить, что ты пришел и там все думают так, как ты. И есть человек, в данном случае я, который направляет мозги всех в одно направление. Это очень круто. И ты начинаешь разговаривать с людьми, которые тебя также поддерживают. Это мега крутая история, я вам хочу сказать. И я за это обожаю рерайтовцев, за вот эту открытость и поддержку. Потому что нам необходимо это проговаривать, нам необходимо слышать чужие истории, нам необходимо иметь окружение, куда мы можем прямо сейчас прийти и обсудить все, что угодно и получить ту самую поддержку. Я говорю про рерайтер жизни, вы можете представлять себе другое окружение. Я не могу говорить о другом, потому что я этим живу, я этим занимаюсь. И знаете, сидеть и делать вид, что я как бы за мир во всем мире, просто куда-то идите, нет. Конечно, идите на рерайтер, потому что это единственное место, за которое я могу отвечать. Рекомендовать вам чего-то, за что я не отвечаю, это как бы не в моих правилах. Но это важно понимать, что нам это окружение нужно. Когда вы становитесь крепче, я это называю так, посадить в себе зернышко. И такой, знаете, маленький кустик начинает прорастать. Чем больше вы над собой начинаете работать, находиться в этом окружении, тем больше ваш кустик пускает корни, а его веточки становятся крепче. Нам нужно дождаться, когда оно превратится в маленькое деревцо. Что произойдет тогда? Тогда вам не нужно будет задавать вопросы, что делать с окружением. Потому что вы уже сами, ваши плоды уже сами дадут вам ответ. Вы уже сами, у вас будут силы разобраться и сказать, мамочка, я тебя люблю, но в эту тему ты не лезешь. Дорогие друзья, например, понять, что с Машей, с Гришей, ты просто больше не хочешь общаться. Просто, просто. Маша и Гриша тоже это почувствуют. С Катей и Ваней ты скажешь, Катюш, Ванюш, я вас очень люблю, но давайте мы будем обсуждать какие-то классные более темы. Или, может быть, тоже присадите их на эту тему. Дайте им книжечку почитать. Как это все происходит? Книжечку почитать, видосик посмотреть. Потихонечку втягивая в их свою тему и, возможно, переманивая к себе. Плюс ко всему этому в вашей жизни, в реальной жизни, обязательно начнут появляться люди, у которых с вами общие интересы. Вы вдруг узнаете, что ваш тренер интересуется этой же темой. Вы узнаете, что ваша маникюрша, оказывается, на рерайтере вообще была. Очень интересным образом мы энергетически начинаем притягивать в свою жизнь необходимое нам окружение. Вот так это происходит. Но когда мы с вами не ориентируемся в людях, вот в этих пластах, которые я сказала, мы пытаемся с вами, например, жертва начинает пытаться дружить с лидером. И вы пытаетесь лидера переубедить. Я, например, встречаюсь с вами, говорю, Ну что, как дела? Вы такие, да работу не могу найти. Я говорю, да, а что не можете? Вы такие, ну, сейчас в нашей стране. Оль, я так хочу с вами дружить. Ну, конечно, знаете, вот я очень сейчас встречаюсь с жертвенной такой моделью. Люди же этого не замечают. Опять-таки, я даю скачивать свою книгу бесплатно. Идёт реклама, люди пишут в директ. И вот человек пишет, а сколько стоит? Я говорю, ну там же бесплатно написано. А что, правда бесплатно бывает? Я правда заслужил бесплатно? Я всё время думаю, откуда такая низкая самооценка и страх? Откуда? Ну, это же электронная книжка, скачают. Ну, что здесь? Как бы понятная история, что в этой книжке будет какая-то классная инфо или не классная. Если классная, то у тебя захочется, тебе же её дают не просто так почитать. Тебе её дают для того, чтобы тебе понравился этот человек или не понравился. Для того, чтобы ты стал за этим человеком следить и впоследствии у него что-то купил или нет. Ну, понятное дело, что я не раздаю книги просто потому, что... Конечно, я хочу всех заманить в рерайтер. Естественно, у меня нет другой цели. Я хочу, чтобы весь мир был в рерайтере. Хочу, чтобы все сознательные люди были у меня. Ну, глупо было бы говорить, что... Ой, вы знаете, нет. Я вот просто хожу, да, вокруг... Нет. Ну, конечно, да. Ну, конечно, естественно. Зачем я делаю офигенный продукт для того, чтобы я его никому не рекомендовала? Конечно, я его рекомендую всем. Где скачать книжку? Если вы мой подписчик, вам уже это не нужно. Я периодически выкладываю информацию в сторизы, что, где можно бесплатно скачать, если это есть. Так, как в такой ситуации поступать жене? Алла, я поняла, о какой ситуации вы говорите, которую я описывала. Вот я вам уже как бы ответила, ваша задача изначально окрепнуть самостоятельно. Для того, чтобы вы могли правильно своего мужа куда-то направить, вам нужно понять, куда его направлять и где вы хотите быть. Для этого нужно окрепнуть самостоятельно. Я все время привожу пример. Помните, как в самолете? Мамочка, перестань, пожалуйста, это делать. Звенеть всем. Ты можешь взять все, что угодно, только не звени, пожалуйста. Ладно? Хорошо. Помните, как в самолете? Перед тем, как если выпадет маска или когда выпадет маска, сначала наденьте самому, затем наденьте ребенку. Вы же все привыкли к ребенку, ребенку. Но вы же помните о том, что если вы, простите, сдохнете, не успеете надышаться, то ваш ребенок ему хуже будет. А когда вы в маске, вы ребенка точно успеете. А ребенок вам не успеет и себе не успеет, потому что он не понимает, в чем речь. То же самое у вас происходит и с вашим партнером. Вы ему говорите, дорогой, нам нужно что-то делать. Он говорит, что делать? А у вас нету плана. Вы говорите, ну давай вместе. Вот мы с Сергеем, например, поняли, что самая дурацкая стратегия – это давай вместе. Типа, что нам делать? Давай вместе напишем книжку. Давай вместе настроим рекламу. Вместе – это вообще фигня. И вместе как партнером или сотрудником прийти и сказать, сделайте, пожалуйста, вот все. Всегда кто-то за что-то должен отвечать конкретный. Если за это отвечает конкретно этот человек, мы можем брать с него спрос. То же самое, у вас возникла мысль что-то изменить. Найдите решение и придите с этим решением к своему супругу с пониманием. И говорите ему не что-то, где-то я не разобралась, я не понимаю, вызывая у него фонтан. А будьте уже достаточно крепкой для того, чтобы суметь ему объяснить суть. Чтобы знать, что ему сказать, что ему дать посмотреть, что ему объяснить, что ему дать почитать. Потому что очень часто человек приходит и говорит, ну я слышал, а что? Ну ээ, ну я не знаю, ну мээ, ну давай вместе. Вы должны понимать, что вы что-то услышали, вы что-то хотите поменять. А второй-то пока не хочет и близко. И вы ему говорите, давай вместе, он вас посылает. Потому что он говорит, подожди, я занят вообще решением других вопросов. И говоришь, нет, ну ты неправильно. Он говорит, а как правильно? Ты говоришь, ну я не знаю, давай вместе. Забудьте про давай вместе. Вот забудьте про это давай вместе. Я должна надеть маску на себя, чтобы потом надеть ее на другого. Это не значит спасти мужа. Это значит суметь объяснить суть, что делать. Понимаете, о чем идет речь? Вот в этом идет и вся ключевая загвоздка. Поэтому муж ваш и бесится, например, в такой ситуации. Или вы беситесь. Он приходит, говорит, вам все не так. А ты говоришь, а как так? Он говорит, а как так, я не знаю, но ты все делаешь неправильно. Это же бесит? Естественно, бесит. Тем более, что давайте не забывать, что каждый человек находится в своем состоянии эмоционального напряжения. Если у вас проблемы с финансами вообще, то ваш мужчина всегда находится в очень высоком уровне стресса. Он все время думает и калькулирует, как за все заплатить. Это его главная жизненная стратегия. Его уже не интересует особо ни секс, ни что-то еще там, дети. У него все время одно, как свести концы с концами. Почему я и говорю, что быть бедным гораздо более напряжным, чем быть богатым? Мне говорят, как вы столько работаете? Как вы? Я говорю, ребята, вы не поверите. Когда у меня не было денег, я работала ничуть не меньше. Я от ужаса просыпалась по ночам и думала, где взять деньги. И мой муж точно так же. Уровень стресса сильно выше. Только разница в том, что я могу позволить себе сейчас хороший отдых, хорошую жизнь и спокойно вести не только платежи, а и удовольствие. А тогда нет. Разница только в этом. Если вы думаете, что и я могу позволить себе отдыхать, я могу позволить себе паузу, я могу позволить себе шоппинг, я могу позволить себе разное. Разница только в этом. Когда ты бедный, мозг твой взрывается гораздо активнее, потому что он все время ищет ответ. Даже если ты, пусть у тебя не такая дорогая жизнь, как у меня, но тем не менее. У тебя есть своя жизнь и каждый месяц у тебя есть вопрос заплатить за квартиру, аренду, за ребенка, купить шмотки, купить поесть, на проезд. Каждый месяц, что я не права? Нету такого? Я еще не нашла таких людей, думаю, что найду. А вы в Рерайт-Ребуре искали там их? Так, действительно, начала думать в вашем направлении, мне стали попадаться люди, думающие так же. Удивительно, но факт, мы друг друга притягиваем. Это не удивительно, это физика. Я вам, блин, толдычу. Это физика. Боже, я уже плююсь. Вы должны понимать, что удивительного ни хрена нет. Удивительно только одно в этой жизни. Почему люди не пользуются своим мозгом и не изучают работу? И никогда не интересуются, как устроена реальность? Это единственное, что меня удивляет. Люди интересуются всем, как сделать сториз анимированные, как гивку загивить, как похудеть на 100 килограмм, какие сиськи у Анжелины Джоли новой формы. Всем этим люди интересуются, кроме того, как мать использовать мой мозг. Вы вообще знаете, как устроен ваш мозг? Какое количество там миллиардов, триллиардов клеток? Вы вообще когда-нибудь задумывались, зачем в вашу коробочку маленькую засунули такое суперсовершение? Вы задумывались над тем, откуда в мире вообще, как устроена наша планета? Кто это вообще устроил? Откуда столько, вот говорят, динозавра это было, а кит? А слон? Вам не кажется, что это супер чудовище? А жираф? Вы когда-то думали об этом? А то количество змей, насекомых и всех, кого есть. Вообще думали, кто это все изобрел? В какой удивительной планете, на какой мы живем? И какие фантастические возможности у нас есть? Но вам же некогда об этом думать. Вам нужно подумать, как заплатить за квартиру и выросли газ. Но ребята, ну это правда. Это не потому, что вы плохие. Потому что наш мозг вот так схлопнули. Уровень проблем телевизор нам дает. Вакцинация от коронавируса, от дебилизма нет вакцинации. От того, что людей сделали дебилами. Никто не хочет уколоться, нет? Нет ни у кого желания такого. Очень жалко. А я бы уколола. Вот так бы, влобешник бы всем. Понимаете, что вам диктуют постоянно, о чем думать. И вы об этом думаете. Вы не хотите пойти шире. Так вот, фантастика заключается в том, что наш мозг дает нам возможность получать абсолютно все, что мы захотим. Но надо коробочку расширить. Перестать слушать вот этот дурацкий ящичек, который вы слушаете. И начать думать своей головой. Слушать Олю Ермилову. Может быть, когда-нибудь сильно разориться. И прийти на рерайтер жизни. Даже, может быть, чтобы доказать себе, что все это фигня. Ну, приходите с этим доказательством. Ну, как можно, имея невероятную энергетическую мощь, проживая на фантастической планете, которую кто-то вообще во всем этом радиационном космосе создал. Вы вообще соображаете, где мы находимся? Мы даже не знаем, из чего состоит наша планета. Вот это вот учебнички мы с Сережей обсуждали в разрезе. Нашу планету могут исследовать Землю и не больше 10 километров пробурить. Нету больше техники и возможностей для того, чтобы посмотреть, что там дальше. Мы даже не знаем, где мы с вами живем. Но это фантастика. То, где мы находимся. То, сколько вокруг нас вообще, сколько на этой планете воды. То, что мы летаем в космос. Вдумайтесь, у нас фантастические возможности. А мы сидим и решаем вопрос, что засунуть в холодильник. Где взять деньги на квартплату. Все, все. И говорим, ой, столько вопросов, столько дел. Вообще просто. И ребенку очень важно выучить тригонометрию, чтобы сдать, что там сдают. ЭГЭ, ББЭ, я даже не знаю. Вот та я мама, я не знаю. Я даже не интересуюсь, честно вам скажу, что там дети учат особо сильно. Я им говорю, девочки, главный ваш навык, навык коммуникации. Навык самопрезентации. Все. То всем остальным вы справитесь. Даже если вы ни черта не учите, но при этом научитесь сдавать экзамены, уже хорошо. Значит, вы уже в жизни преуспеваете. Понимаете? А у нас главное, чтобы оценку хорошую поставить. Да? Ну, окей. Ставьте. Ставьте, ставьте. Так. Пошли мне обожания. Благодарю вас. Благодарю вас. Я благодарю вас. Вы опять в своем репертуаре, конечно. Да, да, да. Так. С вами начала задумываться. Спасибо за это. Вообще стала другим человеком. В апреле на рерайтер записалась уже. Это очень правильное решение. Тем более, что по поводу апрельского рерайтера. Случилась такая штука. Я, как вы знаете, делаю новую версию рерайтера. И так произошло, что я ее поменяла вообще полностью. Очень круто обновила. Офигенно получилось. Сейчас я делаю медитации новые. Вообще все новое решила сделать. Но как-то решила перезагрузиться. Это не значит, что как-то было плохо, стало хорошо. Значит, стало по-другому. Но я просто рекомендую всем попасть в новый рерайтер, потому что он прям вообще, прям и столько туда всего дала. Так интересно подошла к написанию книги. Ну, в общем, знаете, как говорил наш старший сын Сергеем, я с собой доволен. Вот я тоже с собой довольна. Вы будете очень, 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 очень классные. Так, я себе приманила деньги. Майкл Роуч тоже крутой. Поздравляю вас с этим. Замечательно. Давайте похвалимся Майкла Роуча. Если бы мы были в зале, я бы даже попросила ему похлопать, но не могу. Я с апреля с вами на рерайтер. Это прекрасная тоже новость. Я бы допила, но у меня закончилась попсикола. На самом деле, ребят, что я вам хочу сказать. Про что вообще рерайтер? Как вы понимаете, у меня есть такая очень интересная особенность. С одной стороны, я помогаю людям понять очень сложные вещи просто. С другой стороны, я вообще против, вы знаете, вот такой жесткой эзотерики и каких-то таких очень классических подходов. Мне кажется, мир меняется и меняется все. И вот даже новые медитации, которые я сейчас начала делать, мне кажется, будут немножечко антимедитациями в контексте привычных классических форм. Мы меняемся, люди меняются. Наш мозг меняется. Нам необходимо современное новое восприятие. Мы не можем с этим уже спорить. Поэтому я из тех людей, которые предпочитают называть вещи своими именами. Простите, если вы тормоз, я вам всегда об этом скажу. Я очень не люблю вранье. Вранье в контексте того, когда люди начинают говорить, ой, подбирайте слова, подбирайте тон, подбирайте. Вот вы знаете, мы так много всего в жизни подбирали, что мы себя затерли. Мы в итоге сидим в этой коробочке своей маленькой и все подбираем. И все такие корректные, такие изысканные, такие замечательные, такие прекрасные. И при этом ничего нормального не делаем. Поэтому я за то, чтобы честно отвечать себе на вопросы. Хочу я другую жизнь? Окей, я хочу. Хочу я меняться? Да, я хочу. По поводу, в какой форме проходит рерайтер. У меня в шапке профиля висит ссылочка на рерайтер. Там есть замечательное видео, новенькое. Я его записала на Мальдивах, в котором я рассказываю о том, как проходит рерайтер, что там происходит. Там есть куча отзывов, есть пакеты, перечень. Давайте мы просто не будем на это время сейчас тратить. Вы можете зайти и все это посмотреть. Как это, что это и так далее, и так далее. Я сейчас на рерайтере, и теперь хочу в новой. Да, Алина, вот и так и будем ходить по кругу, по рерайтеру. На самом деле я вам скажу, что даже если вы были в рерайтере и пойдете в рерайтер, вы однозначно найдете новое. Я, кстати, знаете, прохожу иногда какие-то разные тренинги технического характера. Что-то там по Инстаграм, что-то еще по каким-то моментам. И я всегда прохожу тренинг два раза. Потому что первый раз я улавливаю 50% информации, я уже это заметила. А второй раз я вижу и слышу и допонимаю то, чего я не поняла с первого раза. Потому что когда информации много, мозг сложно ее воспринимает. Он способен отхватить какой-то кусок для внедрения. Я вообще вот в новом рерайтере не даю литературу изначально для чтения. Хотя в старом давала. Потому что понимаю, что у нас опять-таки существует вот эта техника верблюда. Набить свои горбы, чего-то начитать, сказать, я знаю, я слышал. Поверьте, я знаю, я слышал, что так устроено и так работает. Не имеет вообще никакого отношения к тому, что я сделал. К тому, что я сделал. Потому что если вы читаете книгу и продолжаете делать и жить так, как вы жили, значит, зачем вы ее читаете? Зачем? Вот я хочу, чтобы вы приучили себя к простой вещи. Что если вы, например, покупаете обучение или принимаете решение ходить в зал, вообще куда-то вкладывать свои деньги или равно время, а книга это время, фильм это время, ставьте себе какую-то цель. Не просырайте свое время. Я вас очень прошу, перестаньте делать в жизни что-то для галочки. Мы в школе с вами. Если бы в школе у меня не было мальчиков, мой муж меня сейчас грохнет, он ненавидит, когда я говорю про мужиков, но если бы в школе не было мальчиков, и я не училась выстраивать межличностные отношения, и пусть мой муж будет за это благодарен, то я вообще не знаю, чтобы я туда ходила. Но честно вам скажу, единственное, чему я классно в школе училась, это выстраивать межличностные отношения, презентовать себя, быть интересной, для других быть загадочной, красивой, выступать. Все остальное время, что мы там делаем? Объясните. Мы просыраем свое время. То же самое не делайте сейчас. В школе нам кажется, что это бесконечный процесс, и нам не говорят, чем занять это время другим. Но сейчас, ну это, кстати, исключает классные, господи, частные школы, там они находят, чем заняться. Боже мой, меня какая-то тетя атаковала по рекламными предложениями. Но в остальных вариантах непонятно, не теряйте время. Знаете, если я читаю книжку для того, чтобы почитать, не надо ее читать, лучше поковыряйтесь в носу, лучше поспите, лучше посмотрите какое-то видео, научитесь что-то делать, использовать для себя, а не для галочки. Это очень-очень-очень важный момент. И если вы приходите в рерайтер, рерайтер это удивительное место. Я так могу вам сказать, что процентов 90 круто работают людей. Само меня это поражает. Я думаю, тут есть два эффекта. Первое, это я. Все-таки я нестандартный тренер от слова «совсем». Ну, давайте согласимся, да? Ну, вообще нестандартный. Ну, вот совсем я другая. Это правда. И каждый раз, когда я куда-то прихожу к своим коллегам, они говорят, «Йоп, все люди, тебя, и мы никогда не знаем, какая будет на тебя реакция». Потому что, а ты сегодня какая будешь? Добрая, злая. Я говорю, слушайте, я вообще обычная. Люди не могут меня раскусить. Фокус-фокус, тру-ля-ля. Второй момент, ну, кстати, я не знаю почему. Второй момент, это все-таки вот это окружение, которое вы же сами себя подтягиваете. Это же не я вас подтягиваю, вы сами себя подтягиваете. Вы там сами себя подтягиваете, и вот это окружение заставляет вас двигаться. Я обожаю наши чатики, когда вылазят вот эти чудесные сообщения. Девочки, я никогда не пишу никаких чатов, и тут сидела молчала, больше не могу. Или мальчики так пишут. Это мега круто, что вы раскрываетесь, что у вас внутри вот это происходит. Мега супер круто. С какого возраста можно школьникам предложить рерайтер? Ну, я думаю, вот подросток, который понимает, что он хочет чего-то в жизни научиться. У меня, по-моему, самые младшие или 15, или 16. Вот самые младшенькие. Старшеньким знаю 69. Вот много. Вообще возраст очень разный, и порой меня это тоже, ну, знаете, как я когда читаю там представление, я такая думаю, ёпси, как круто вообще, что люди там в таком возрасте, в таком возрасте, в разных статусах. У меня очень разные там тоже интересные ребята. Очень разная у нас география. У нас все, ну, русско-украиноязычные, понятно, что мы все понимаем свой язык, но география очень разная, тоже очень разная. Вот. Поэтому происходят разные такие штуки. Хорошо, друзья, на этой замечательной ноте мы с вами будем финалиться. Я не хочу превращать этот эфир в очень долгий. Я очень надеюсь, что эфир вам был полезен. Я напоминаю вам о том, что 1 числа у нас стартует, 1 апреля в марте не будет. Но цена у нас поднимется, и 1 марта уже станет максимальным. Поверьте, вы все придете в Рерайтер, поверьте, в марте вам захочется сделать это еще больше, поэтому не ждите, пока вы можете купить это немножко дешевле, покупайте. Зачем ждать? Даритесь своим друзьям, хорошим, знакомым, врагам не надо. Сделайте себе приятное. И напоследок, вот, в М50-30, я вас умоляю, Господи. Я напоследок, что хочу вас попросить. Сейчас я публикую этот эфир. Будьте, пожалуйста, хорошими людьми. Мне очень помогает, когда вы пишете комментарии после эфира, и люди понимают, стоит его смотреть или нет. Я считаю, что сегодня эфир был достойный и интересный. Если вы тоже так считаете, пожалуйста, я его опубликую, напишите несколько хороших слов в комментариях, не забудьте это сделать. Пусть это будет нашей условной платой. Вы же помните, что если вы богатый человек, вы любите платить, вам всегда возвращается в деньгах, в людях или в чем-то еще. Вся информация о рерайтере жизни, о стоимости, о вариантах пакетов и того, что есть, у меня ссылки в профиле. Прямо вы заходите, там, где написано Ольга Ермилова, есть ссылочка «Узнаю рерайтер и все». Вы нажимаете, и вся информация там у вас как на ладошке. Обнимашки целую, люблю, пока. Жду вас на рерайтере, не забывайте. Продолжение следует...